Санкт-Петербург, культурная столица нашей родины. По мнению разработчиков, в ней растут на набережные какие-то пальмы. Непонятные. Ого, тут побольше камеры. Обратите внимание на эту, которая сбоку. Интересно, кто-нибудь в гонках гоняется с видом сбоку, зато нету вида из кабины. Трольная точка почему-то еще и не влезает все в экран. Но тут, в отличие от казахстанской гоночки, не просто так написано, что есть нитро, потому что там был написан азот, но я как не долбил на шифт, ничего не получилось. А тут машина фуняет синими огнями из выхлопной трубы и колготится, как муравей под лупой. Вы посмотрите на вакханалию безумства, которое творится на экране. Скорость в этой игре совершенно бешеная. Конечно, ни о каком реализме не может идти речь. Хотя, если учесть, что управляет нашей машиной таксо-гиви, то все вполне возможно. И такой стиль вождения тоже. Потому что я один раз опаздывал на вокзал, и мне пришлось ловить бомбилу. И вот он примерно так и вез. При этом у него... Так, стоп, я свалился с моста. А это что, автоповтор какой-то? Нет, по-моему, я еще раз свалился. Тут даже кнопку газа не успеваешь отпускать. И в итоге так можно было сваливаться бесконечно с этого моста. Но у меня в итоге все-таки респаунило несколько в другом месте. Смотрите, как отлично отлетает машина. Нет, все-таки реализм тут на хорошем уровне. Так вот, я забыл рассказать. Меня везли, в общем, к этому вокзалу. И дело в том, что правое сидение справа от водителя, на которое я сел, оно не крепилось вообще ни к чему на свете. То есть просто лежало... Потрясающая, конечно, авария в этой игре. То есть просто лежало на полу машины. В общем, я не сразу это прочухал. Естественно, никакого ремня безопасности, ничего не было. Я не сразу это прочухал. Он спокойно расслабился. И когда чувак гиви таксов топил где-то 130, я как полный идиот завалился назад. Причем выглядело это как, вот я не знаю, по-моему, у Остина Пауэрса был такой девайс, когда у него назад откидывались сидения и телочка заваливалась назад. Вот. И я попал в такую ситуацию. И, в общем, пережил не самые лучшие мгновения в своей жизни. Еще хочу добавить. Помните вот этот момент, когда я падал с моста? Я вот понял, что в таких играх вполне возможно провести остаток своей жизни. Вот так вот сваливаясь с моста до бесконечности. Поэтому остерегайтесь игры Street Racer Europe. Я все-таки прошел сквозь всю эту вакханалию и безумство трассу в Питере. И даже занял первое место. Как и в случае с казахстанской игрой. И что нам дадут в победу? Может быть очередную машину, которая с места не двигается? Нет, следующую трассу. Ну, интересно посмотреть на Москву. Но, чтобы на ней погонять, надо пройти 10 гонок. Короче говоря, в топку эту игру полный кал. Еее, рок-н-ролл! Про что вы думаете, эта игра с таким саундтреком? Про изнасилование бедной девочки с шестью моряками? Нет. Это европейский чемпионат по гандболу. Да, вы что не знали, что гандбол такая брутальная игра? Кстати, игру сделали немцы, поэтому все на немецком языке. Но товарищеский матч и сборную России я смог найти. А в сопернике давайте выберем Украину. И сейчас я впервые, как наверняка и большинство из вас, увижу симулятор гандбола. Я думал, что таких вещей вообще не существует. Давайте приготовимся узреть. Что это? Что за карлики? Выбежали на поле. Да. Нет, я знал, что немцы-извращенцы любят карликов, золотой дождь и некоторые другие веселые вещи. Но что бы так? И что сейчас произошло с вратарем? Чувак, с тобой все в порядке? Отдай мне мяч, пожалуйста. Мне кажется, ты завис. Что происходит? Что он там рукой делает? Вот я пытался своим персонажем свалить вообще с этого стадиона, но в итоге он подошел, нагнулся раком перед вратарем и отнял мяч. Что вообще происходит? Нет, я просто давно не смотрел реальный гандбол. Может, там все на самом деле так, по правилам, что вратарь гандбольный должен анонировать на лежащий мяч, потом соперник должен подойти, нагнуться перед ним раком и вратарь, произведя какие-то манипуляции, мяч отдает. Но в таком случае гандбол довольно опасный вид спорта. И говорят, что он не очень контактный. Например, несколько секунд назад я дал украинскому братюне в щи, и у меня мяч отобрали почему-то. В общем, я с трудом понимаю правила, и управление тоже с трудом понимаю. Тем не менее, великолепный гол в шестерку, почти как Криштиану Рональду, только гандбольный по фамилии Гавриленко. Кстати, довольно странно. Мы ведь вроде играем за Россию. Почему Гавриленко тогда за нас? Вообще, конечно, видимо, эта игра сделана какими-то фанатами гандбола, или просто любителями делать оригинальные компьютерные игры на спорную тематику, которую еще никто не покрыл своим взором. Это не похоже на настоящую компьютерную игру. Это похоже на... Я не знаю. Вот, например, сейчас я забил гол. Почему ничего не произошло? Почему они не считали? Может, кто-то все-таки объяснит? Может, потому что в этот раз вратарь не анонировал на штангу? Вот, честно говоря, все эти нюансы от меня как-то далеки. Я с трудом представляю, как эта игра может быть хороша. Может быть, фанаты гандбола, конечно же, понимают, в чем фишка. Но я не думаю, что с такой графикой, с такой физикой можно как-то нормально симулировать компьютерную игру. Можете просто скачать какой-нибудь футбол. Помню, в FIFA 98 был мини-футбол. И представить, что футболисты на самом деле играют руками. И это будет вот такая вот версия гандбола. Значительно будет интереснее. Тем временем Украина сравняла счет. И в очередной атаке я не знаю, какой кнопкой отбирать мяч. И гол. Причем забивает его человек с фамилией Мандарук. Гандболист Мандарук. Нет, спасибо, до свидания. Следующая игра тоже сделана любителями извращений из Германии. Называется она Cut Simulator. Или как-то так. В общем, она про людей, которые работают с деревом. В частности, в этой миссии, насколько я понимаю, кому-то там нужны дрова, чтобы приготовить ужин. И вот этот вот отряд людей на разных приспособлениях, которые способны помочь сделать дрова из леса. Они должны эти самые дрова заготовить и отвезти их домой. Единственное, чего я не понимаю, почему у меня в деревне всегда есть... Всегда был то есть сарай, в котором эти дрова, например, лежат. Или просто поленья лежат, которые можно порубить на дрова. Зачем столько народу подрывать на какие-то сомнительные действия? Тем более, я совершенно не могу понять управление, куда ехать и вообще, что должно происходить. Я сейчас просто хочу поднять этот трактор с огромной пилой, пришитой к его заднице. Взять его и запульнуть куда-нибудь на гандбольную площадку, где Мандарук забивает очередной гол нашей сборной. Кстати, если говорить о сборной, то немцы зря вот из похода за дровами делают такой вот квест. Ведь вполне можно просто пригласить на товарищеский матч нашу сборную по футболу. После чего взять ее в заложники и отправить этим людям, которым не хватает дерева и дров всяческих. Потому что, как вы знаете, наша сборная по футболу мало чем отличается по качеству от продукта, который мы должны добывать тут. Ну что ж, я встал почти в упор к дереву, только не очень понимаю, каким образом эта пила сможет его срубить. Вот, никак не могу пристроиться. Блин, это сложнее, чем можно себе представить. Вообще, мне это напоминает какие-то романтические комедии. В данном случае, например...